Всем хай вы на канале NoCube и добро пожаловать в мое новое видео по модам на Майнкрафт. И сегодня мы с вами отправимся изучать один очень-очень крутой мод, который в первую очередь придется по душе любителям Divine RPG и AOA, также известного как Nevermind, это мод у нас Journey Into The Light на Майнкрафт версии 1.12.2. И что самое крутое, контент из этого мода прям полностью выполнен в стилистике Divine RPG и Nevermind, а здесь прям огромнейшая куча всякого крутого контента с уникальными бонусами, всяких монстров, боссов, а также сразу несколько новых миров, которые мы с вами сегодня отправимся исследовать. Я надеюсь уже та малая часть мода, которую вы сейчас увидели, уже вас заинтересовала, поэтому обязательно прямо сейчас жмем лайк и подписываемся на канал, для вас это пара кликов, а меня это очень сильно поддержит в дальнейших съемках новых видео по Майнкрафту. А также можете вступить в группу ВК, ссылочка на которую у меня находится в описании. Ну что ж, а мы больше не будем терять ни секунды и переходим к обзору мода, погнали! И первое, что вам стоит знать об этом моде, это то, что он ведет огромнейшую кучу различных новых существ, которые будут встречаться во всех биомах нашем мире. И рассказать про всех потребуется огромнейшая куча часов, поэтому я думаю, что вы понимаете, что мы с вами, ребята, в этом обзоре пройдемся в первую очередь по основному контенту мода. Если кому-то интересно, посмотрите прямо сюда, сколько здесь различных есть призываний, это же просто огромная куча. Одно из очень заметных изменений, которые у нас появятся в мире, это то, что теперь будет слегка переработана генерация пещер. Здесь появятся новые разновидности пещер, а также всякие различные грибочки, лианы, да и много чего вообще нового. Кстати, говоря о пещерах, этот мод еще вводит несколько очень крутых фишек, которые будут полезны любителям шахтерства. И это вот такие вот мультиинструменты. Если вы помните, в Divine RPG были мультиинструменты, которые собирались из местных разных предметов, так вот здесь добавлены и ванильные разновидности мультиинструментов. А также у всех-всех инструментов из мода есть тоже их какие-то собственные варианты мультиинструментов, которые собираются по такому же, собственно, крафту. Также здесь есть вот такой вот предмет, это точильный камень. Он очень невероятно круто сделан. Посмотрите, какая у него прикольная 3D-моделька. Это вот такой вот блок с пилой в центре. Он имеет у нас вот такой вот крафт, сверху это блок обсидиана. И теперь смотрите, если мы этому блоку раздаем сигнал редстоуна, он начинает вот так вращаться. Если мы положим на вращающийся точильный камень какую-нибудь единичку руды, то после этого, спустя небольшое время, он ее перемалывает в пыль. Занимает это все секунд 15-20. И вот мы получаем с вами пыль, сразу 4 штуки. И теперь посмотрите, каждая из этой пыли будет у нас переблавляться в один слиток. И это у нас работает не только на ванильные слитки с Майнкрафта, но и на все вот эти вот слитки из мода. Ну и, конечно же, не обошлось без новых руд. А всего у нас их будет 3 новые руды в обычном мире Майнкрафта. Первая руда это сапфировая руда. Из нее создаются по стандартным известным нам рецептам предметы, разве что вместо палок здесь используются обсидиановые стержни. Инструменты достаточно слабенькие, а вот меч очень сильный, он сильнее алмазного. Также вот этот сет брони имеет слабые показатели защиты, но будет давать вам дыхание под водой. Второй материал это у нас теневая руда и теневые слитки. Из них по известным вам рецептам создаются предметы. Здесь еще более крутой меч, который плюс ко всему будет еще и замораживать противника на 6 секунд. А также броня, которая будет чуть-чуть посильнее предыдущей, и она также будет при полном наборе давать вам дыхание под водой. И последний третий вид материала это у нас луниумовый слиток, соответственно луниумовая руда. Из нее у нас создается очень крутая луниумовая броня, которая также дает немножко слабые показатели брони, но она дает плюс 4 урона. То есть теперь вы, когда будете драться рукой или мечом, вы будете наносить на 4 единицы урона больше. Также здесь достаточно крутой меч, который, к сожалению, будет послабее, чем из предыдущей руды. Обязательно добывайте вот эту синюю и вот эту желтую руду, потому что они вам пригодятся для призыва одного из боссов этого мода. Также с этим модом в пещерах будут появляться вот такие вот небольшие сокровищницы. В них у нас расположены 2 сундука, в которых находится самый различный лутец, а также здесь будет вот такой вот мини-босс, который имеет 175 хп. И вы видите, вот здесь сверху находится сундук. Он у нас изначально заперт. Если мы убиваем вот этого мини-босса, то в таком случае нам с него выпадает бесконечная бедроковая лопата, а также ключ к сундуку. Давайте правой кнопкой мыши нажмем по сундуку, и здесь мы видим еще различный лут. Ну вот мы с вами нафармились, изучили пещеры и получили самый различный лут. А теперь давайте отправимся на изучение этого мода и узнаем, как же нам в нем развиваться. Первым делом вам нужно будет найти вот такую вот темную башню. Сойдя сюда, мы здесь встретим спавнеры самых различных монстров. Причем с этих монстров у нас будет выпадать их основной лут, а это значит, что здесь мы сможем очень хорошенько их фармить. Но пройдя вот так вот несколько этажей, наполненных опасностями, вы увидите, что потолок последнего этажа у нас покрыт вот таким вот замшелым блоком. И это значит, что вы добрались до босса. Поднимайтесь на самый верх, и вас ждет вот такая вот арена, где стоит защитник башни, который имеет 275 хп. Это самый первый босс мода. Убив этого босса, мы получаем с него огромную кучу лута, а также на месте его смерти спавнится вот такой вот кристалл. Далее прямо рукой в выживании ломаем тот кристалл, а также вот эти блоки, и мы с них будем получать вот такие вот самоцветы. Самоцветы у нас бывают четырех разных цветов, и все они пригодятся нам для торговли с двумя новыми NPC. И далее отправляемся искать торговцев. У нас их существует всего два вида. Это маг, который выглядит вот так, а также кузнец, который у нас выглядит вот так. Оба они спавнятся вот в таких вот домиках. У мага этот домик из светлого кирпича, а у кузнеца из темного. Итак, давайте сейчас мы зайдем, собственно говоря, к нашему магу. У него, вы видите, за палку и золотой слиток можно купить основу жезла, а также за палку и два алмаза можно купить основу посоха. И далее вот эти вот основы жезла и основы посоха при соединении с самоцветами у него обмениваются на какие-то различные посохи, а также на одно очень крутое оружие, это молот. Все оружия у мага работают примерно по одному принципу, и давайте сейчас посмотрим, в чем и главная особенность. У нас этот мод добавляет один новый статус персонажа. Это эссенция. Оно у нас в левом внешнем углу, вот такой вот зеленый бар. И теперь смотрите, к примеру, молот, это у нас оружие, которое может быть использовано как в ближнем бою, чтобы вот так вот бить, так и на ПКМ им можно будет стрелять и расходовать как раз-таки эту самую эссенцию. Когда оно у вас почти заканчивается, она начинает восстанавливаться. И вы сможете как бы стрелять снова и снова, например, из этого молота. И точно так же работают у нас здесь посохи, только они не имеют атаки в ближнем бою, то есть они только у нас используются для стрельбы вот такими вот разными своими снарядами. И второй же НПС это кузнец, он у нас также за самоцветы и палки будет продавать самое-самое различное оружие, некоторые из которых имеют достаточно хорошие характеристики. Здесь есть не только мечи, здесь есть и всякие различные луки, метательное оружие, поэтому вы тоже найдете себе здесь что-нибудь по душе. И после того, как мы поторговались с жителями и получили нужные нам плюшки, мы с вами можем отправиться в одно новое измерение. И для того, чтобы туда попасть, нам потребуется 8 снежков и 1 алмаз. И тогда мы создадим ледяную рамку портала. А также предмет для того, чтобы активировать в портал, это будет пламенная монета из 8 золота и 1 алмаза в центре. Итак, строим стандартную форму портала в ад, зажигаем пламенной монетой. Да, сразу портал у нас не зажжется, поэтому нужно будет зажечь еще второй блок, который слева. И, собственно говоря, у нас ударяет молния, активируется портал, и мы заходим туда. И нас телепортируют вот в такой вот причудливый ледяной мир. Это трава, растут вот такие вот елки, всячески спавнятся фонарики и монстры. А на верхнем слое уже вот такая вот идет толстая корка льда, сквозь которую можно все видеть. Если мы выкопаемся, то здесь уже будет как будто совершенно другой мир. То есть это у нас уже какие-то такие степи, да, ледяные. В этом мире всего лишь несколько различных структур. В основном вы будете находить вот такие вот фонарики, а также вы можете находить вот такие вот огромные ледяные шипы. Внутри этих ледяных шипов будет появляться один ледяной голем и два больших сундука с сокровищами. После того, как вы побеждаете ледяного голема, вы с него можете получить вот такие вот ключи к сундуку, при помощи которых вы сможете открывать эти сундуки и получать самую различную награду с них. И учитывая, что этот мод у нас совместим с модом Baubles, у нас здесь тоже есть различные всякие брелоки, которые совместимы как раз с этим модом. И вот, например, нам с этого голема может выпасть вот такой вот брелок, который будет давать усиленное сопротивление откидыванию. И чтобы его использовать, нам нужно будет надеть его вот в этот слот. Также в этом мире мы можем встречать вот такие вот специальные ледяные данжи. Они очень прикольно внутри оформлены, тут всякие сосульки. Единственное, что в них у нас есть, это спавнера вот таких вот ледяных, слегка похожих на Блейзов существ. При смерти с этих мобов у нас будет выпадать вот такая ледяная чешуйка, которая пригодится для торговли с местными трейдерами. Поэтому вы можете использовать вот эти места как фарм местной валюты. И вот в таком вот домике, который встречается очень редко, он у меня почему-то даже баган заспавнился, у нас ждет вот такой вот нас торговец. Это морозный торговец, и у него можно будет за местные материалы, которые выпадают со всяких мобов, покупать самые-самые различные оружия. Также здесь можно будет купить два комплекта брони. Одна из них будет давать дыхание под воду и плюс три урона в ближнем бою, а вторая будет давать вам плюс четыре урона в ближнем бою, а также эффект от золотого яблока, который повышает ваше здоровье. Убивая всех вот этих причудливых мобов, которые у нас обитают в этом мире, мы будем получать разные предметы, которые у нас служат для торговли, а также с некоторых мы сможем выбивать какое-то уникальное оружие, которое связано с этим миром. А далее наша дорога лежит прямиком в Незер, поэтому давайте пойдем туда. И оказавшись в Незере, мы видим, что здесь огромная куча всяких новых штучек. И да, этот мод у нас кардинально изменяет генерацию ада. Здесь теперь будут встречаться новые биомы, новые растения, новые мобы, а также некоторые новые структурки. Среди мобов, которых вы сможете встретить в аду, существуют самые причудливые создания. Здесь есть вот такая вот лавовая змея, которая у нас умеет летать, вот такой вот гигантский визор-скелет, потом еще вот такой вот летающий визор-скелет, также вот такая очень-очень прикольная лавовая черепаха и также адские коровы. И, конечно же, не обошлось без новых материалов. И первый материал, который мы здесь можем найти, это кровавый камень, который выглядит вот так. Он будет встречаться маленькими месторождениями, и нам его нужно будет достаточно немало добыть, чтобы потом построить алтарь для призыва боссов. Второе, это у нас огненная руда. С нее будут выпадать вот такие вот желтые штучки, похожие на лазурит, и они используются как топливо для печи. И последнее, это адская руда. Она здесь, в принципе, это и самая важная. Ее бы достаточно сложно найти из-за ее текстуры, потому что она вот такая вот сливающаяся с камнем. Из адской руды мы будем выплавлять с вами, ребята, адский слиток по известному уже нам рецепту. Также можем создать вот такие вот прикольные адские инструменты, и также адскую броню, которая при полном наборе будет давать вам эффект зелья огнестойкости. Далее мы сможем находить вот такие вот небольшие башенки, вокруг которых будут спавниться вот такие новые адские гасты. В самом низу этой башни у нас будут спрятаны алмазные блоки, поэтому если вы подкопаетесь под башню, вы вполне можете их добыть. Это немножко читерно, но тем не менее очень прикольно. И далее наверху самой башни у нас находятся 4 вот таких вот сундука, в которых будет находиться самый различный лут, так или иначе связанный с адом. И также в аду мы сможем встретить вот такие вот небольшие крепости с оранжевыми решетками. В них у нас будут появляться адские роботы. Когда мы будем их убивать, нам с них будут падать самые различные материалы, и в основном это будет огненная пружина. С них также может дропаться и огненная шестерня, которая будет выпадать уже достаточно редко. И эти материалы нам потребуются для того, чтобы создать вот такой вот огненный ключ из двух слитков золота, 6 этих пружин и одной огненной шестеренки. И далее нам нужно будет отправляться вот в такую вот небольшую башенку, которая у нас также встречается в аду, причем достаточно часто. То есть если структуру с роботами вам будет немножко сложно найти, то вот эту вообще на изи. Создаем вот этот огненный ключ, открываем вот здесь вот замочек, и у нас здесь вот такой вот стоит сундук. Открыв его, мы с вами получим какое-то количество блоков раскаленной рамки портала. Из полученных рамок строим стандартную форму портала в ад, и далее нашей пламенной монетой опять же его активируем, и мы попадем в мир под названием «Точка кипения». Как вы можете заметить, это очень красивый и очень крутой мир, в котором у нас просто невероятно все качественно оформлено. Здесь у нас целых два солнца. Одно из них вот такое вот гигантское, яркое, всеиспепеляющее, а второе уже чуть-чуть поменьше. Возможно, хотя это местная луна. Так или иначе, мир выглядит очень-очень круто. Здесь сразу у нас есть несколько биомов. Вот такой вот биом, состоящий из огромных сталактитов. Биом из вот такой вот сожженной травы с такими очень своеобразными деревьями, а также биом, который весь у нас будет гореть и состоять из вот такой вот уже огненной травы. В этом мире будет всего несколько структур, они все очень редко встречаются. Одна из самых частых — это вот такая вот маленькая сокровищница, где у нас стоят спавнера мобов. Здесь также будет стоять два сундучка, в которых встречается лут, связанный с этим миром. А также здесь будут вот такие вот маленькие сторожки, внутри которых у нас находится торговец. Это вот такой вот летающий глаз, который у нас сидит, собственно говоря, в этом доме. И мы можем с ним торговать, у него будет продаваться самое различное оружие за материалы этого мира, оно имеет очень высокие характеристики и будет поджигать. Также здесь у нас продается вот такая костяная броня, которая дает защиту от огня и также увеличивает наносимый вами урон. А также змеиная броня, которая будет увеличивать вашу скорость и давать защиту от лавы. В этом мире у нас будет встречаться две новые руды, первая это ифритовая руда, при добыче мы будем получать с нее вот такой вот ифритий. И он используется у нас только как топливо, которое будет в два раза сильнее, чем обыкновенный уголь с Майнкрафта. Вторая же руда это вот эта пепельная руда, при добыче мы с нее будем получать пепел, тот самый, который вы видели в торговле у местного торговца. Окружив один адский слиток восьми штуками пепла, мы получаем пепельный слиток, который используется для крафта очень сильных предметов. Также очень прикольная кровавая броня, которая имеет нормальные характеристики и дает защиту от огня и от эффекта визора. А далее, чтобы проходить мод, нам потребуется вот такой вот предмет, это раскаленный порошок. Он у нас выпадает с абсолютно всех существ, которых мы можем встретить в этом мире. Поэтому, нафармив вот этого раскаленного порошка, мы можем отправляться в обычный мир. И вот, выйдя из этого тяжелого огненного мира, мы с вами получаем доступ ко всем необходимым ресурсам для того, чтобы создать алтарь для призыва боссов. Вы сейчас у меня в ходбаре видите все предметы, которые для этого необходимы. Сейчас я вкратце вам расскажу, как какой из них получается. Это кровавый камень, который спавнится в аду в виде руды. Это кровавая руна, создается из восьми кровавого камня и слезы гаста, который у нас появляется возле башены к в аду. Далее, кровавые кирпичи создаются из кровавого камня. Вот такой резной кровавый камень, создается уже из этих кирпичей. Кровавая колонна, создается уже из вот этих блоков, которые я вам показал. И далее, обелиск, который у нас создается из раскаленного порошка. Того самого, что мы фармили только что в мире точка кипения. И последний предмет здесь, это стол призыва. Создается из двух адских слитков, трех кровавого камня и одного кровяного камня. Вот этот кровяной камень у нас будет добываться из светящегося камня розового цвета, который также изредка можно будет встретить в аду. Сразу говорю, найти его будет очень сложно, он прямо очень редко встречается. Но спавнится он совершенно как обыкновенный светокамень. Ну что ж, и вот у нас с вами все готово, и теперь давайте займемся постройкой самого алтаря. Первым делом мы должны будем вот так вот выкопать в земле плюсик и заполнить его вот этим кровавым камнем. Далее, со всех четырех сторон этого плюсика поставить по одной кровавой руне. Сразу скажу, что когда мы их ставим, скины у них выбираются абсолютно рандомные, поэтому не пугайтесь, если она выглядит не так, как в инвентаре. Далее, вы должны из кровавого камня вот таким вот образом соединить все это, чтобы у нас все это приняло форму вот такого вот круга. После этого берем в руки кровавые колонны и прямо вот так вот по бокам строим их, чтобы у нас получился вот такой вот алтарь. На верхушку каждой колонны мы должны будем поставить по одному вот такому вот блоку. После этого, взяв в руки обыкновенные кровавые кирпичи, мы достраиваем вот такие вот небольшие квадратики на верхушке каждой колонны, чтобы у нас получилась примерно вот такая вот конструкция. Далее, на каждом уголке квадратика мы ставим по одному блоку, чтобы у нас это выглядело вот таким вот образом. И соединяем все эти блоки вот в такую вот одну цельную панельку, которая будет находиться на вершине нашего алтаря. И далее остается дело за малым, в самый центр ставим стол призыва, как вы видите он по-прежнему еще не работает, а все потому, что мы не поставили над ним обелиск. Ставим вот сюда вот обелиск и все, мы можем взаимодействовать с нашим столом призыва. И именно на этом столе мы с вами можем крафтить призывалки целых 12 боссов из этого мода. Ну а вторая и скорее всего завершающая часть гайда по этому моду будет уже в следующем видео, которое выйдет совсем скоро, поэтому ожидайте. А это видео на этом мы закончим, всем огромнейшее спасибо за просмотр, ребята, я очень сильно ценю вашу поддержку и каждый ваш лайк, каждая подписка и каждый ваш комментарий для меня очень много значит и стимулирует меня снимать новые видео. Ну а на этом у меня все, всем удачи, увидимся в следующем видео, всем пока!